Здравствуйте, дамы и господа, сегодня мы с вами посмотрим показательный матч в игре автоскрытие между разработчиком игры, шорткэтом, и профессиональным геймером Владимиром Сталкер-Горячевым. Владимир на зеленом шарике и кот на красном. Вот они заспавнились неподалеку друг от друга. Я вам пока поясню суть игры, тем временем, тем временем, тем временем, Вован уже говорит о том, что он нашел себя. Да, дело в том, что в этой игре игрок изначально, и да, мы видим первый фраг, Вован подстрелил кота. Дело в том, что игрок не знает о своем положении на карте, он может только ходить и ощупывать стены. Но, видя саму карту уровня и положение врагов, но не себя, он должен догадаться, где он, найти врага и подстрелить его. Итак, счет 1-0 в пользу Вована. У него преимущество, поскольку он-то все еще знает, где он. А вот кот заспавнился в новом месте, и даже если он знал, ему нужно после того, как убили, заново найти себя. Ну что-то Вован не спешит, он решил, то ли он решил покомперить, то ли он потерялся снова. Между тем, между тем, красный шарик. Кот бегает по всей карте. Да, Вован наткнулся, он явно не помнит, где он. Он снова потерялся. Задумались игроки. Как и задумался я. О! Вован подобрал патроны. Интересно, заметил ли он это? Заметил ли, что патроны исчезли? И тогда он сразу определит свое положение. Похоже, что да. Да, возможно, он даже специально подобрал патроны. Тем временем кот сидит в углу. И Вован подходит. И так, что же будет? Что же будет? Они разминулись пока что. И да, да, он таки знал. И он подстрелил кота снова. Счет 2-0 в пользу профессионального киберсмертпена Владимира Горячева. Да, он сам удивляется. Дело в том, что он первый раз играет в эту игру. Но все же скилл не пропьешь в самых разнообразных киберспортивных дисциплинах. И это ему помогло. Тем временем у кота даже сомнительный скилл в создании игры. Итак, вот они снова на одной линии и... Вован камперил, но кот... Кот смог его сприфайра подстрелить, высадив 4... Высадив 4 пули из обоймы из всего 6 доступных. Да, 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 да. Удивляется Вован в таком внезапном стечении обстоятельства. Я там-то думал, что кемперство будет им по стратегии. Ну нет, нет. Фрифайр тоже работает. Возможно, не стоит камперить. Возможно, стоит как можно быстрее рашить после того, как ты убил. Так же, как в квейке, пока соперник не разобрался, где он. Догадается ли он об этом сейчас? А, ну... Сейчас-то им пока рано догадываться. А вот... Похоже, да. Выходит... Нет, они разминулись. Нет, идёт преследование, преследование. Но нет, нет. Кот пошёл не туда. Поймёт ли он? Похоже, что нет. Похоже, он думает, что он находится там же, где находится зелёный шарик. Вау. Через стену они друг друга увидеть не могут. И вот-вот они снова на одной линии. Снова на одной. И опять... Опять... Не звучат выстрелы. И... Они всё ближе и ближе. Как же наконец-то это разрез... Да, они столкнулись. Поймёт ли кто-то из них? Или подумают, что он уперся в стену. На самом деле очень близко стены, поэтому можно не понять. Можно не понять об этом. Да, да. И тут кот выстрелил. Похоже, он понял, что там появилась новость, иначе ее не было. Как будто он заперт был в коробке. А Вован сообщает, что он так и не понял, где он был. То есть он всё ещё пытался нащупать в этот момент. И так счёт 2-2. Решающий фраг этой карты. Это будет не единственная карта в матче, но... Посмотрим, посмотрим. Ммм... Да. Я на самом деле сейчас читаю игровой чат между ними, поэтому они остановились. Самое смешное, что я в игром чате тоже написал «посмотрим, посмотрим» в тот же момент, что сейчас он произнёс, даже не глязя на него. Да, 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 да. В чате кот рассказывает, что он нащупал какое-то странное прикосновение, и только поэтому понял, между прочим, у него было всё до патрона, и он первым же единственным выстрелом убил врага в этот момент. И сейчас Вован жалуется, что я его комперю. Да, похоже, он всё ещё не знает, что комперство не очень хорошее стреление. Да, он пишет, что если я туда дойду, ты будешь стрелять. И да, и да, я ему начал объяснять, что лучше бы не стрелять, а рашить. Потому что если ты рашишь, то ты можешь успеть догнать соперника, пока он вообще ничего не понял. Пока он не понял, где он, соответственно, не может ничего тебе сделать. Да, просто так стрелять постоянно, префайрить пустые углы тут бесполезно, потому что у тебя сразу кончатся патроны, их всего шесть. На карте, как видим, лежит патрон. Точнее, это целая бойма, когда его подберёшь, все шесть патронов восстановятся. Так, по сути, кот и комперил, но он решил таки наконец-то пойти воевать. Так, 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 они приблизились, они приблизились. О нет, у него... Дело в том, что у кота был всего лишь один патрон, он решил подсказывать оппоненту вместо того, чтобы пойти искать и... А, нет, постойте, это был... Простите, это было не 2-2. Ну, теперь-то явно 2-2, потому что Вован-таки умудрился посредить кота каким-то образом. Да. Успел найти себя. Пока кот отвлекался на подсказки своему оппоненту. Да, вот это... Ну, как я говорил, это показательный матч. Ставок нету. Естественно, на турнире мы... Такое... Благотворительность уже не увидим от игроков. О нет, не... О нет. Технический перерыв. Вован сообщает, что он застрял, он не может передвинуться. У него... Он чувствует стены, но... Пытается идти, но... Он не передвигается. Что же происходит? Он считает, что у него заглючило. Да. И знаете, что кот решил проявить спортивный дух и не убивать своего оппонента, а пойти и вытащить его. Да. Ну, он на самом деле... Посмотрел с компьютера спектатора сейчас, где он находится, чтобы не тратить время на поиски себя. Эм... Вот он подошел. Да, ну, если что... Волхаком я не занимался. Вот я подошел. Да, извините, что я так шизю. Тот третьего, тот первого лица к себе вращаясь, но... Думаю... Ничего страшного. Вот он пытается вытолкнуть из этого положения, может быть, Вована. Который застрял в углу. Но ничего не происходит. Он видит, он видит, когда его трогают. То есть... Все еще... Коннект идет. С сервером. Но почему... Почему он не может сдвинуться с места? Почему он не может... А вот он задвигался, посмотрите. Смог, что... Ну... Да, смог. Ура, наконец-то. Технические наполки исправлены. Игроки договариваются о том, что... О том, что... Ну, чтобы продолжить матч. Поскольку будет нечестно, что кот уже знает, где он. Видимо, он даст шанс... Он справится где-то на карте. И даст шанс Вовану... Тоже найти себя. А хотя нет, стоп. Вован-то... Знает, где он или нет? Я не знаю. Ну, в общем, даст ему шанс найти себя. И... Они задуелятся уже с такой позиции. За последнее... За последнее очко в матче. Единственное очко осталось. Такой ресурс. Кому же он достанется? А знаете, в чем были технические проблемы, на самом деле? В том, что... Вован... Он забыл, что управление на ВСД... Он пытался стрелками. А стрелки, на самом деле, это стрельба. Он пытался ходить стрелками. Вот в этом было дело. То есть, с игрой все в порядке. Несмотря на то, что это бета... Как оказалось, бага в ней не было. Ну... Итак, итак... Кот... Они договорились, что... Вован возьмет патроны, и... Они... Выйдут один на один. Итак, вот это произошло. Оба их по 6 патронов. Оба... Боятся выходить. Думают, что же... А! Кот нащупывает стену, чтобы... Точно понимать. И он... Так они приближаются, приближаются к углу. Сейчас будет энкаунтер. И так, и так... Нет, нет. Оооо... Кот пробежал мимо Вана один раз. Но когда начал пробегать второй... Да, давайте... Я посмотрю реплей. Что же тут было? Когда же кот стрелял? Сколько патронов он высадил? Сколько патронов он высадил? Да! Он высадил чисто всю пат... Всю... Как это называется? У меня уже слова потерялись. Всю... Всю обойму. Высадил он за первый раз, и на второй раз уже у него не осталось. То есть, прыгая во второй раз, у него уже не с чего было стрелять, и он подставился. Первый раз он как-то умудрился, как неуловимый Джо из фильма «Криминальный Стива» промазать всеми шестью пулями в револьвере. Итак, вот конец первой карты, и... Победил... Победил... Вован. Итак, вот начинается вторая карта матча. На самом деле, путаница с очками на первой карте была из-за того, что... Я думал, что в одной карте для победы нужно три очка, но в самом деле нужно четыре. Итак... Игроки заспавнились, и... Матч начался, точнее, вторая карта матча. Сможет ли... Кот сравнять счёт, или... Аван, профессиональный геймер, победит безоговорочно. Так, вот они болтаются туда-сюда. И что-то Кот прям зациклился. Кажется... И... Да-да-да... Кот находится на красном шарике. И Владимир на фиолетовом. Кот снова на красном, это хорошо. Путаница выйдет меньше. На фиолетовый тоже хорошо, потому что на зелёном фоне было как-то глуповато. И так, и так они сближаются. Интересно, обнаружил ли кто-то из них себя уже в этой жизни? Ну, Вован думаю, что да. Потому что успехи на чемпионатах по самым разным дисциплинам у него немалые. Немалые. А вот Кот. Я думаю, что да, я... Я понял, что хочу делать с играми. Вот они уже близко. И так, и так, и так, почему Вован замер? Решил подумать, видимо. Посмотреть на карту. Они касаются прямо кончиков стен сейчас. Это немного можно сбить с толком. Вован. 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 Нашел маленький уголок. Понял ли он, что это маленький уголок. Все время Кот болтается туда-сюда опять. Мне кажется, он не знает, где он. А, Вован. Делал паузу, но подумать. Они очень близко друг к другу. Знает ли кто-то из них? Похоже, нет. Или знает, знает. Вован выходит, выходит. Нет, нет, нет. Он уперся в него. Ну, ничего не понял. Ничего себе. Тем временем Кот Долбится в стены своего маленького уголка. И... И снова, и снова, и снова. Снова Вован не понял о том, что он наткнулся на Кота. Это, наверное, сбивает его в определении собственного положения. И... Что произошло, Кот? Кот... Кот таки понял, что... Хе-хе-хе. Что появилась стена там, где ее не было. Это была не стена, это был... Сталкер, так сказать. Который бродит во все стороны. Сам не знаю, где он. Эээ... Да, это была шутка, потому что Сталкер это ник Владимира Гречева. А... Сталкер Кот Кот быстро начал передвигаться к тому месту, где заполнился Вован, пока он еще не понял, где он. Нужно его подстрелить. Ну, что-то он копирит, Вован. Неужели он тоже понял, где он? Так быстро. Итак, стенд-офф Оба стоят, выжидают Да, они явно И кот-кот высадил все пять патронов Выходя На обратном пути еще один и И не попал Снова То есть префайр тут не такой уж и Простой получается И Он начал убегать за новыми патронами Он понял, понял, поймет ли он Да, он запер его Запер его в тупике Он преграждает путь к патронам Но нет, нет Такий кот смог прорваться и выхватить патроны Извините, я не знаю Сколько патронов в каком-то Вован К сожалению, у спектатора Такой информации не показывается И Кот Подстрелил Вован Дело в том, что Да Я знаю, сколько патронов у меня Потому что Свой экран я тоже записывал И сейчас Вижу его Так Вован задеспаунился недалеко А кот У кота четыре патрона Он что, решил До шести Для верности подобрать? Ну это рискованная стратегия Может быть, стало Как можно быстрее отправиться Впрочем Не так долго забрать патроны Мы знаем, что он так часто высаживал Все шесть И не попадал Что Да Все-таки Ценность У полной воймы есть И так, и так Кот Ходит на ход Что Он Похоже Не очень Представляет Где он Да В узких проходах Сложно Нащупать И Добраться Туда Куда ты хочешь А что Неужели Вован понял Да Представляете Он понял Он понял Где он был И смог Пострелить Кота Вот так вот Может быть Не стоило Ходить за патронами Тем временем Патрон К патронам Близок Кот Он, конечно Об этом не знает Но они ему Не нужны После респавна Патрона Восстанавливаются Они снова Близки Снова Иван Отправился На охоту За котом А ничего Не подозревающим Бегающим По карте Во все стороны Сейчас только Вверх и вниз Почему-то Вдоль коридора На самом деле Жертве Когда она вообще Не поняла Ей стоит Глядеть На преследователя И да И да Это было Изи Совершенно Беспомощная жертва Ей стоит Глядеть За Врагом Жертве Потому что Враг Если это игра Один на один Если он тебя Уже застрелил Он знает Где он И он По идее Как можно быстрее Пойдет У тебя Поэтому Потому в какую сторону Он идет Можно догадаться Ну естественно Тут открывается Возможно Для стратегии И для преследователя То есть он может Фейковать Изображать Что он идет В другую сторону Или изображать Что он Камперит Где-то вообще В левом месте Камперство Наверное Не так Поможет Потому что Камперить Можно когда И враг Вообще Хотя Нет Это глупо Камперить Надо когда Он близко Особенно Когда он еще Не знает Где он В общем Тут простор Для Майнгеймс Огромный По-моему Итак Что делают Игреки Кот Нащупывает Себя Вован Вован Что-то Не спешит Он Пытается Наверное Пройти Вот этот Вот сложный Проход Видите Вот Вот он Наконец-то Его прошел Да Прошел Прошел И кот Близко К нему Но Впереди Еще один Сложный Проход Который На ощупь Не так-то Просто Пройти Но Впрочем Можно Сейчас Если он Пойдет По вот Этой Стене Да Да По вот Этой Стене Можно Нет Но Он Что-то Странное Делает Кот Опять Вернулся Туда Где он Заспаунился А Вован Никак Не может Выбраться Не потерял Он Себя Вообще Не Находится Плотную Друг к другу Через Тонкую Стенку Что-то Кот Никак Не может Из Небольшого Участка Карты Вылезти Хотя Казалось бы Так много Возможно Пройти Похоже Он сам Не хочет Он еще Будет Один Участок Чтобы Понять Он что Понял Где он Смотрите Смотрите А тем Временем Сталкер За это Его Видимо Прозвали Он любит Комперить Затаился И Подстрелил Кот Даже не успел Выстрелить Видимо То ли он И не знал Где он То ли что Да К сожалению Я Счет Свой Счет Счет Матча Я Как-то За это Следил Да Простите Он даже И игрокам И спектатору Неизвестен А Кот Пишет Что Нужно Учиться Префайрить И Что Возможно Даже Нужно будет Добавить Какую-то Механику Против Кемперства Временем Он пошел Себя искать А Вован Его опять Пострелил Может быть Не стоило Стратить Время И да И это Конец Второй Карты Четыре Фрага Вован Сделал И Снова Победил 2-0 Счет Матча Безоговорочно Да Даже Идея О том Стратегиях Заранее Впрочем Возможно Владимир Тоже Подумал Стратегиях Так что Эти Раздумья Во время Разработки Не помогли Мне И Вот так Вот Вот так Вот Закончился Шоу Матч Игре Автоскрытие С ТВГ 25 Надеюсь Вам Понравилось